Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог. И сегодня я хочу, точнее у меня в планах, заехать в магазин Оби. Но я езжу сейчас везде, всё лето, везде, где я бы ни была, я везде езжу со своими мальчишками. Они, кстати, с огромным удовольствием составляют мне компанию. Так что, конечно, полноценно, так как я люблю погулять по этому магазину, посмотреть все цветы, все-все-все, которые представлены, у меня, наверное, не получится. Но кое-что там хочу приобрести, так что возьму вас с собой. Но прежде я хочу вам показать одну просто, я не знаю, потрясающую вещь, которую я очень долго думала и хотела. Девочки, это вот такая вот подушка. Представляете? Класс! Значит, это подушка. Давайте я вам достану и покажу. Это у неё чехол такой. Вот она пришла мне в такой коробочке. Да, и в чехле. Смотрите, какая она классная, девочки! У неё вот такой чехол специальный, во-первых, для хранения, для каких-то переездов, путешествий, я не знаю, всего чего угодно. Вот такой вот сделан чехол, вот с такой ручкой, что можно накинуть даже себе на плечо. Вот. Давайте я вам покажу саму подушку, потом немножко про неё расскажу. Вообще, когда получаете подушку, нужно её... Наволочку, она идёт уже вместе с наволочкой, нужно её постирать. Вот такой вот. Кстати, чехол очень прикольный. И вот здесь вот на чехле вот этом написан сам состав подушки. Значит, здесь размер подушки 36 на 56, плюс-минус 2 сантиметра. Состав сырья. Материал наволочки шёлк 100%, материал чехла бамбук 100%, материал подушки пенополиритан 100%. Срок использования 5 лет, и на неё ещё идёт гарантия самого производителя, что тоже очень классно. Вот так вот она выглядит. Давайте я чуть подальше. Смотрите, какая прикольная. Вот этот чехол я уже постирала, я уже пользовалась этой подушкой вовсю. Значит, чехол из стопроцентного шёлка. Здесь идёт молния. Стирать нужно, как любые шёлковые, собственные изделия, при небольшой температуре, по-моему, 30 градусов, интелликатной, соответственно, стирки или руками. Ну, я стираю, у меня в машинке есть такая функция, ручная стирка. И все шерстяные шёлковые вещи стираю именно вот на этом режиме. Они не... Ну, машинка не портит, да, вещи. В том числе и шерстяные, вот такие шёлковые, потому что это натуральный шёлк. И также я всегда стираю с жидким средством для шерсти и шёлка. У Ласки, например, есть. Ну, у многих производителей есть такой. А внутри вот этот вот сам чехол, он идёт из бамбука. Тоже на молнии, тоже... Ну, я сейчас всё тут снимать не буду. Тоже на молнии расстёгивается. И внутри идёт вот такой материал. То есть вы можете постирать как саму шёлковую, да, наволочку, так и вот эту бамбуковую, и, допустим, одеть какую-то другую наволочку, которая вам больше всего нравится. Но шёлковая наволочка – это вообще нечто. Девочки, серьёзно, шёлковые... Вообще наволочки, платки и так далее. Вообще шёлк очень полезен как для кожи, так и для волос. И сама подушка. Я вообще всегда думала, что такие подушки неудобные. Нет, девочки, это не так. Это нереально крутая подушка. Вы ложитесь в неё просто как в облачко. Вот этот вот материал внутри – это пена. И здесь сделано специально вот такие, как вы видите, два валика. И внутри вот такое углубление. То есть вы просто ложитесь, как, я не знаю... Я не знаю, мне почему-то хочется сказать в облачко. Она очень приятная. Я где-то слышала, что нужно к таким подушкам привыкать примерно дней 20. У кого меньше, у кого больше. Я вот пользуюсь уже несколько дней. И вот привыкла к ней с первого раза. Это такое ощущение, как будто её сделали специально для меня. Действительно, снимает напряжение. И утром вы встаёте. Вообще нет никаких ни болей в спине, ни в шее. Вот очень рекомендую, кто страдает там болей в шее, в плечах, вот эту подушку. У меня пробовала, кстати, на ней лежать. Мой муж хочет от меня отобрать эту подушку. Но я ему не дам. Вот. И, кстати, очень удобно мне спать именно из-за того, что... Мне кажется, что из-за того, что вот здесь вот такие валики... Вообще, это анатомическая форма считается. Есть такие валики. То есть голова лежит вот здесь и поддерживается шея. Ну, в общем, супер. И получается и шёлк полезен для кожи, для волос. И плюс ещё такая форма, которая помогает оставаться молодой, красивой девочке. Почему бы и нет? В общем, я просто довольна. Сейчас, особенно летом, спать на шёлковой наволочке... Это просто наслаждение какой-то девочке. Плюс вот такая вот подушечка. То есть я всем очень сильно советую. Ссылки, конечно же, я вам оставлю под этим видео. И также оставлю вам промокод со скидкой 5%, которым вы обязательно воспользуетесь. Рекомендую абсолютно всем, потому что действительно очень удобно и комфортно на ней спать. И, ну, у меня никакого вообще периода привыкания не было. Я вот получила, постирала наволочку. Тут немножко надо было погладить, да? Вот, постирала наволочку. В этот же день я легла вечером спать. Я легла, просто провалилась. Причём я легла, хотела почитать книжку, но я просто провалилась в сон, потому что она очень удобная. Вот это вот материал, который как пена, он как запоминает. Знаете, имеет эффект памяти, правильно сказать. И поэтому очень удобно и очень комфортно. Так что, девочки, всем советую. Ссылку оставлю, промокод оставлю. Вот, ну, а мы сейчас поедем в Воби. Ну что, приехали в мой магазин Оби. Как я и говорила, я везде со своими мальчишками, поэтому сильно долго погулять мне не удалось. Посмотреть всё мне не удалось, это нормально. Вот, но в Оби уже, я смотрю, увеличивается ассортимент цветов. По крайней мере, с того момента, как я была в предыдущий раз. Вот, это не может не радовать. То есть, он становится таким, как и было прежде. Конечно, огромное количество орхидей. Боже, это просто нечто. Вот. Глаза разбегаются. Я хочу всё. Вот, я захожу в этот магазин, я хочу просто всё. Смотрите, какие красивые. Ну, вот эти синие, это окрашенные, конечно. Такие всякие. Дарацена тут всякие разные. Дарацена у меня тоже полно, поэтому я обычно прохожу мимо. Вот такой кофе. Это, кстати, в кружке тоже очень прикольно смотрится такой, ну, как это, кашпо, как кружка такая. Очень симпатичный, на мой взгляд. В общем, я обожаю. Это мой релакс. Вот, мне нравится магазин буквоед и магазин Оби. Это просто мой релакс. Кстати, вот такая монстера. Очень жалею, что я её не взяла. Я сбегаю вперёд, говорю, что я её не взяла. Она же такая, почитала в интернете, как вьющаяся такая должна быть. Здесь такие листья у неё, как рваные, на мой взгляд, необычные. Ну, в общем, жалею, что не взяла её. Ну, ладно. Будет ещё один повод сюда съездить, потому что здесь, знаете, я как отдыхаю душой, что ли. Я не факт, что я много что здесь приобретаю. Конечно, хочу купить всё, но не всегда всё. Приобретаю всё, что хочу. Как-то так у меня получается. Всякие различные вот такие садовые фигурки. У меня, кстати, в саду нет их. Вот. Не знаю, почему. Мне нравится, как вот в обе они смотрятся, как их ставят. Но в самом, ну, у себя в саду, я не знаю, почему я как-то вот их не расставляю. Хотя мне нравится. У других нравится. У себя как-то, не знаю, может, дойду когда-нибудь до них. Вот такое растение, кстати, у меня есть. Но оно у меня что-то как-то погибает постоянно. Не знаю, почему, не знаю, что мне нравится. В общем, такая, смотрите, цапля тоже прикольная. В общем, и здесь садовый рай. Ой, у меня дети вообще. Вот. Здесь всякие уличные, ну, всякие садовые, там, деревья и так далее. Вообще, я хотела посмотреть ещё черешню. Ну, здесь не было. А это мы зашли в вкусной точке. Первый раз мы здесь с момента открытия решили с мальчишками зайти, потому что, ну, очень интересно. Мы, на самом деле, и в Макдональдсе это нечасто бывали. Не то, чтобы там каждый месяц. Нет, на самом деле, достаточно редко. В вкусной точке просто... Ну, надо зайти попробовать обязательно, конечно. Куда без этого. Так, ну что, приехали мы домой. Давайте я вам покажу покупки Соби. Во-первых, я купила вот такую штуку. Сразу разведённую. Я ещё от этой марки покупаю всё время зелёное мыло. Мне очень нравится. Тоже вот всяких вредителей помогает. И вот такую вот искру ещё купила. Ну, мне всегда пригодится. Я не знаю, просто схватила, взяла. Мне кажется, это очень удобно. Видите, отли, трипсы и, в общем, белокрылки. Тра-та-та, от кучи всего. Так что, мне кажется, будет отлично. Вот. Вот такое. Сразу со спрейчиком. И, конечно же, я купила себе комнатные цветы. Ну, куда я без них. Во-первых, я купила вот такой цветок. Мне вообще понравился. Он был такой большой. В горшке прям такой большой-большой. Но он стоил там что-то 1200. Я решила не брать. Решила взять вот такой маленький. Думала, он же у меня разрастётся. 249 рублей стоит. Вот такой вот. Он же разрастётся. Они же обычно вроде как быстренько растут, да? Ну, должен, по крайней мере, вот такой вот классный цветок. Так, хлорофитум. Вот. И вот этот. Вот этот цветок я ещё, когда в прошлый раз ездила в Оби, очень хотела. Я вам говорила, что хочу. Я вот называю это просто папоротник. Мне очень нравится. Этот цветочек тоже взяла поменьше. 899 рублей. Нефролепсис бастон. Как-то так называется. Светлое место или полутень. В общем, вот такой вот я. Что-то он тут. Какой-то внутри немножко сухой. Вот. Но в любом случае сейчас буду пересаживать. Вот такую красоту я купила. И, конечно же, я не могла пройти мимо. Посмотрите, какая красивая орхидея. Девочки, смотрите, какая она классная. Вы смотрите на эту красоту. И ещё у неё внутри, видите, второй пошёл вот этот. Ой, стрелка, да, по-моему, это правильно называется. В общем, сейчас я расправлю. Тоже сразу пересажу. Я их сразу пересаживаю. 799 рублей. Вот. Вот такую вот красоточку. Мне понравились у неё корни вроде неплохие. И там внутри. То есть, получается, две стрелки. Одна просто вот так вот загнута. Если её невозможно будет выпрямить, то пусть она у меня будет немножко болтаться. Ну, смотрите, она какая красивая. Она стояла, прям смотрела на меня. Возьми меня, Наташа. Ой. У меня же вот здесь вот орхидея вот такая. Это мне муж подарил. А вот эта, которая с деткой, видите, у детки всё ещё один вот этот вот воздушный корень. Больше она пока не даёт. Но мне написали там, что нужно как минимум, чтобы было как минимум 5 воздушных корней. Ну, в общем, вроде 5, да? Вот. В общем, пока живёт так. Потом аккуратненько отделю и тоже посажу. Вот эта, по-моему, если я не ошибаюсь, она у меня белая. Это, который кот мой разодрал. По-моему, она белая. Но в любом случае не такого цвета. Смотрите, как красота. Красота. Мне ещё там жёлтая понравилась, но я решила пока одну себе взять. Ну, красота же. Сейчас пересажу. И этот тоже пересажу. У меня есть горшочки. И этот пересажу. Будет красота. Красота будет. Я уже снимаю, девочки, на следующий день. У нас сегодня что-то очень ветрено и пасмурно. Они достаточно прохладненько. Хотя пишет 20 градусов. Но мне кажется, намного меньше. Из-за ветра холодно. Холодно, короче. Вот. Я ещё вчера забыла показать. Я заезжала ещё на Вальбрес. Спасибо, девочки, кто написал по поводу того, что за возврат там принимают денежки. Я посмотрела у себя в личном кабинете. Да, у меня 50 рублей. Если что-то не подойдёт. Но, в общем, одежду неинтересно заказывать на Вальбрес. То есть 50 рублей за возврат товара почему-то. Но я так поняла, что они то так делают, то так не делают. Но, в общем, короче, ладно. В любом случае я одежду... Да, резиновые вот эти галошики в ленте не было. Ну, я где-нибудь ещё посмотрю. Может быть, в Обе тоже не было. Но я думаю, что где-нибудь найду в другом месте. Если что. Просто на Ламузе они там всякие фирменные. А с другой стороны, может быть, лучше и чуть подороже купить. Зато дольше буду носить. Не знаю. В общем, я посмотрю, подумаю ещё насчёт галошиков. Давайте покажу. У меня совсем маленький заказ Вальбрес. Я ещё заказывала себе скраб для тела, лосьон для тела. Только они где-то у меня потерялись по дороге. Наверное, я откажусь от доставки. Не знаю. Или буду ждать. Не знаю. Посмотрю. Вот. Давайте покажу. Так. Я снова заказала вот эту белорусскую тушь. Я хочу ещё попробовать другую тушь. Вот это люксери. Мне она очень нравится. Ещё хочу другую попробовать. Но в следующий раз уже закажу. Решила вот это. Она тем более была со скидкой. Я уже показывала у неё, как это называется, щёточка. Такая силиконовая. Очень удобная. Классная. Не растекается в жару. Вот такая вот щёточка. У меня это ещё не совсем закончилось. Вот видите. Такая как бочонок. Вот. Но я уже заказала новую, чтобы у меня было про запас. Ещё хочу ещё одну там попробовать. Тоже потом себе закажу. Я снова заказала себе патчи вот такие. Сейчас открою. Пока открывала этот Касперюшечка. Душечка ко мне пришёл. Да Касперюшечка, душечка. Мальчишки там что-то бесятся, скажи. Бесят все, да. Скажи всем привет. Всем привет. А то говорят, я тебе не снимаю совсем. Совсем тебя не снимаю. Да что такое, Рикош. Что такое? Да мой хороший. Он ушла очень. Кажемать опять тут. Чё-то непонятно, чё делает. Непонятно чё. Да мой хороший. Чем мы шлотки. Так. Вернёмся к патчам. Я заказывала. Это я заказывала с сайта Рандеву. Вот такие вот патчи для области вокруг глаз. Омолаживающие. Они такие золотого цвета. Очень мне понравились. Девочки, я не скажу, что они омолаживают. Но они супер увлажняют кожу вокруг глаз. И даже убирают немножко припухлости. Если они у вас есть. Да Касперюшечка, я есть припухлости. У тебя есть они? Скажи, пожалуйста. Непонятно, чем занимаешься. У меня сейчас все линяют. Я сегодня буду пылесосить. Все просто. Каспера вычесал. Ловите он весь. Лето скоро закончится. А вы только линять начали все. Бонна линяет. Каспер линяет. Это же просто ужас. Причём, кстати, вот все, кто краткошерстные, у них вот хуже нет шерсти. Девочка, честное слово. Потому что она вот такая мелкая. Она как пыль. Реально. Вот смотришь. Так незаметно. Но вообще смотришь. И просто как будто белый налёт, знаете, такой на полу лежит. Это всё от них. Вычесываешь, не вычесываешь. Мне как-то говорили, что нужно отвезти. Как-то грумминг, да, сделать. То есть отвезти к ветеринару. И вычешут. Мои старики ненавидят ездить к ветеринару. Каждый раз это просто у них. 500 инсультов и инфарктов, да. Поэтому я просто ради того, чтобы вычесать, я не повезу, честно признаюсь. Вот. Поэтому я просто пылесошу практически каждый день. Короче, патчи. Вот. В общем, они мне безумно понравились. И девочки мне написали, что на Вальбрес дешевле. И правда дешевле. 200 с чем-то рублей. Я уже не помню. Купила уже вот такие тонизирующие. Вот. Так что их тоже попробую. Давайте откроем, посмотрим, какие они. А эти внутри уже черные. Вот эти красненькие были золотые, а эти черные. Единственное, что я вот в прошлый раз взяла вот эту фольгу. Сразу отлепила. И они у меня уже под конец стали подсыхать. Вот. А надо ее оставлять и аккуратненько оттуда вытаскивать, чтобы ничего никуда не пролилось. В общем, пащи, девочки, советую от всей души. 200 с чем-то рублей. Все удовольствие. Слушайте, 250 или 270 рублей на Вальбресе. Все удовольствие. 60 штук на целый месяц. Каждый день лепите, куда хотите. И все будет супер, да? Скажи, девочки все будут молодые и красивые. Да, Каспероша? Такие же, как я, красавочки. Вот так вот. Вот. Так что советую, девочки, обратите внимание. Вообще, из всей бюджетной косметики, которую я в последнее время приобретала, Натура Сибирика, вот просто огонь. Честное слово. Думаю, вот какой, смотрите, какой хорошенький. Какая лапушечка. Какая моя лапушечка. Видите, вы берете и шерсть. Берете и шерсть. Все в шерсти, все в шерсти. Да, лапушечка моя. Только шелочек у меня. Шелоченький мужчина такой. А красивый-то какой-то. Просто самый красивый в мире кот. Красивее просто не бывает никого, девочки. Он самый красивый. Он, видите, смотрите. Моя боль. Я каждый день вычесываю всех. И все равно вот это все. Ну, что делать? Я не повезу их. Не повезу на вот это вычесывание, потому что я знаю, что для них это стресс. У меня Каспер уже 12 лет, Бонни 10. А самые шерстлявые, самые кто вот эту шерсть оставляет. Это как раз Каспер и Бонни. Вот. Так что ссылки оставлю. Рекомендую. И тушь, и вот эти патчи. Это прям огонь. А заказывала я еще бальзам такой. Тоже от Натура Сибирика. Для волос. Ой, для волос. Господи. Для тела. Лосьончик. Скраб для тела. И что-то еще тоже для тела заказывала. И что-то у меня все нет, и нет, и нет, и нет. Я уже... Пока открывала. Тут Касперюшечка. Касперюшечка, душечка ко мне пришел. Да, Касперюшечка, душечка. Мальчишки, там что-то бесятся, скажи. Бесят все, да? Скажи всем привет. Всем привет. А то говорят, я тебя не снимаю совсем. Совсем тебя не снимают. Да что такое, Рекуш. Что такое? Дома хороший. Он нашел очень. Кажем, мать опять тут. Что-то непонятно, что делает. Непонятно, что. Дома хороший. Чем еще лодки. Так, вернемся к патчам. Я заказывала, это я заказывала с сайта Рандеву. Вот такие вот патчи для области вокруг глаз. Омолаживающие. Они такие золотого цвета. Очень мне понравились. Девочки, я не скажу, что они омолаживают, но они супер увлажняют кожу вокруг глаз. И даже убирают немножко припухлости, если они у вас есть. Да, Касперюшечка, а есть припухлости? У тебя есть они? Скажи, пожалуйста. Мать. Опять непонятно, чем занимаешься. У меня сейчас все линяют. Я сегодня буду пылесосить. Все просто. Каспера вычесывала, видите, он весь. Все. Лето скоро закончится, а вы только линять начали все. Бона линяет. Каспер линяет. Это же просто ужас. Причем, кстати, вот все, кто краткошерстные, у них вот хуже нет шерсти. Девочка, честное слово. Потому что она вот такая мелкая, она как пыль. Реально, вот смотришь, так незаметно, но вообще смотришь, и просто как будто белый налет, знаете, такой на полу лежит. Это все от них вычесываешь, не вычесываешь. Мне как-то говорили, что нужно отвезти, как-то груминг, да, сделать, то есть отвезти к ветеринару и вычешут. Мои старики ненавидят ездить к ветеринару. Каждый раз это просто у них 500 инсультов и инфарктов, да. Поэтому я просто ради того, чтобы вычесать, я не повезу, честно признаюсь. Вот, поэтому я просто пылесошу практически каждый день. Короче, патчи. Вот. В общем, они мне безумно понравились. И девочки мне написали, что на Вальбрес дешевле и правда дешевле. 200 с чем-то рублей, я уже не помню. Купила уже вот такие тонизирующие. Вот. Так что их тоже попробую. Давайте откроем, посмотрим. А эти внутри уже черные. Вот эти красненькие были золотые, а эти черные. Единственное, что я вот в прошлый раз взяла вот эту фольгу. Сразу отлепила, и они у меня уже под конец стали подсыхать. Вот. А надо ее оставлять и аккуратненько оттуда вытаскивать, чтобы ничего никуда не пролилось. В общем, патчи, девочки, советую от всей души. 200 с чем-то рублей. Все удовольствие. Слушайте, 250 или 270 рублей на Вальбресе. Все удовольствие. 60 штук на целый месяц. Каждый день лепите куда хотите, и все будет супер. Да? Кажите, девочки, все будут молодые и красивые. Да-ка, сперешь. Кажите, такие же, как я, красавочки. Вот так вот. Вот. Так что советую, девочки, обратите внимание. Вообще, из всей бюджетной косметики, которую я в последнее время приобретала, Натура Сибирика, вот просто огонь. Честное слово. Думаю, вот какой, смотрите, какой хорошенький. Какая лапушечка. Какая моя лапушечка. Видите, его берете и шерсть. Берете и шерсть. Все в шерсти, все в шерсти. Да, лапушечка моя. Это кусочки у меня. Шелоченький. Мужчина-то какой. А красивый-то какой, да. Просто самый красивый в мире кот. Красивее просто не бывает никого, девочки. Он самый красивый. Он, видите, смотрите. Моя боль. Я каждый день вычесываю всех. И все равно вот это все. Ну, что делать? Я не повезу их. Не повезу на вот это вычесывание, потому что я знаю, что для них это стресс. У меня Касперу уже 12 лет. Бонни 10. Да ну. А самые шерстлявые, самые кто вот эту шерсть оставляет. Это как раз Каспер и Бонни. Вот. Так что ссылки оставлю. Рекомендую. И тушь, и вот эти патчи. Это прямо огонь. А заказывала я еще бальзам такой. Тоже от Натура Сибирика. Для волос. Ой, для волос. Господи. Для тела. Лосьончик. Скраб для тела. И что-то еще тоже для тела заказывала. И что-то у меня все нет. И нет, нет, и нет. И начну я свою уборку с глажки. Сейчас стараюсь не копить. Потому что на самом деле обычно я снимаю, там накапливаю. А потом 2 часа стою глажу. Это слишком. Ну, не 2 часа, конечно, потому что я утрирую. Но все-таки это слишком долго, слишком много. Когда я глажу, я, кстати, слушаю аудиокниги. Я вообще все время глажу, убираюсь, слушаю различные аудиокниги. Вот. Поэтому этот процесс для меня проходит более быстрее. На самом деле гладить я не люблю. Я об этом уже говорила не раз. Но так как кроме меня этого никто больше не сделает, то поэтому это делаю я сама. Вот. Белье у меня совсем немножечко то, которое нужно мне погладить. Я глажу не все белье. Я уже об этом тоже говорила. Только такое парадно-выходное. Потому что если бы я гладила все белье, девочки, я бы просто бы с ума сошла. Я бы каждый день 2 часа просто стояла бы и гладила. Потому что стираю ее очень часто. Вот. Ну и, конечно же, пылесошу. Пылесошу я на самом деле весь дом. Так как сейчас шерсть, я практически каждый день этим занимаюсь. Ну, или, по крайней мере, через день запускаю также робот-пылесос. Потому что шерсти очень много. Как я уже сказала. И, ну, плюс постоянно открыты окна, открытые двери. Летит пыль. И не только. И поэтому приходится летом очень часто убираться. Но на самом деле трачу я на это не так долго времени. Сейчас еще быстро приготовила ужин. Такой, ну, относительно легкий. Я снова пожарила вот эти наггетсы. Видите, они из-за того, что промывают водой. То есть, вначале я показывала, да, готовлю на несколько дней, как я готовлю такие наггетсы. Посмотрите, кому интересно. Из-за того, что промываю немножко, ну, как бы смачиваю водой. Получается, вот такими комочками налипает корочка хрустящая, внутри нижнейшее мясо. Единственное, что когда вы ставите потом в холодильник, на следующий день уже корочка не такая хрустящая. Это правда. Вот. И сделала вот такой салатик. Здесь немножко риса, кукуруза, крабовое мясо, курцы, помидоры. Помидоры тоже сюда положила. И лучок еще красный у меня. Вот. Так что, ну, такой я считаю, легкий ужин. Немножко салатика вот с такими наггетсами. Это у меня Боа тут храпит. Я ее уже покормила ужином, уже всех накормила. Сейчас буду своих мужчин кормить. Вот. В принципе, они достаточно быстро жарятся, не знаю, быстро готовятся. Моим очень нравится. Я раньше по-другому панировочных сухарям готовила, а сейчас мои просят вот так готовить. Ну, раз нравится, буду готовить. Так что нам приятного аппетита и всем, кто кушает, тоже приятного аппетита.